Приветствую вас. Я думаю, что здесь сразу несколько присутствует проблем. Первая проблема заключается в том, что вы не имеете, по сути, ничего общего, со своей девушкой, судя по всему. Но если вы говорите о том, что боитесь, что вам не о чем будет с ней говорить, если вы опасаетесь того, что вам не о чем будет с ней говорить, если вы опасаетесь этого, значит, вы недостаточно близки с ней. Вот. И если вы недостаточно с ней близки, то я думаю, что это проблема. Уже определенная проблема. То, что вы с ней недостаточно близки. Вот. То есть нужно сперва озаботиться. Нужно сперва озаботиться тем, чтобы у вас было, значит, в достаточном количестве общего. Вот. Чтобы вас что-то объединяло. А так, ваш страх, он, в принципе, вполне обоснован, мне кажется. Вот. Потому что любой человек, кроме, наверное, гения, вот, испытывал бы некую сложность в том, значит, чтобы найти подход к человеку, с которым ничего общего, в принципе, нет. Вот. То есть это такая вполне нормальная история. Но и ваша ответственность заключается в том, что вы не озаботились, значит, тем, с каким партнером, да, с каким партнером вы выстраиваете отношения свои. То есть вот, насколько, там, к примеру, да, насколько партнер вам подходит, допустим. Вот. То есть это такая вот элементарная история, которую нужно решить. Вот. Потому что ваш страх, он обоснован. В данном случае. Вот. И обоснован ваш страх, в данном случае, именно тем, что у вас ничего общего нет. Человек. Вот. Дальше. Следующий момент. Вы пишете о том, что боитесь, что ей это понравится, и она меня бросит. Значит, ну, здесь, с одной стороны, понятно, речь идет о том, что между вами не так много общего, как, в принципе, я уже говорил вам. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, ваш страх, ну, именно, вот, ваш страх, того, что вас бросят, да, он что-нибудь проистекает из детства. То есть это именно такая вот детская история, что человек боится, что его бросят. То есть, по сути, вы воспринимаете это на свой счет, вы будете думать о себе хуже, если она вас, например, бросит. Если вас бросит, ну, вот, девочка, девочка. И, на мой взгляд, самое важное здесь, это понять, почему... Почему вы восприняли бы на свой счет то, что она вас, к примеру, набросит вот девушку. Почему? Почему вы, ну, на свой счет воспринимаете или можете воспринимать то, что она вас бросает, допустим. Мне кажется, мне так вот кажется, что на это нужно обратить вам свое внимание. А то ведь получается так, что вы, я бы сказал, не совсем свободны, а, ну, во взаимодействии с девушкой. Я бы сказал, что вы достаточно скованы во взаимодействии с девушкой. И из-за этого возникает сложность, конечно же, потому что вы через девушку таким образом пытаетесь, значит, решить, свои трудности, которые есть у вас. Вот. Но вряд ли девушка для этого подходит. Объективно. Вряд ли девушка подходит для того, чтобы вы через нее решали свои трудности. Вот. Я не думаю, что это... Хорошая идея, я не думаю, что это... О-о-о-о. Качественная идея. Вот. Поэтому свою проблему вам... Здесь, на мой, на мой взгляд, нужно решить именно свою проблему. Не привлекая к этому девушку. И тогда я думал, что ситуация будет лучше. Гораз лучше, чем она, например, выглядит сейчас. Сейчас вы через чур зависны, через чур боитесь. Вот. Я не думаю, что ваш страх является критическим. Вот. Я думаю, что он ваш страх является тем, что в принципе можно ваш страх можно скорректировать. Вот. И главное, чтобы вы были готовы. Готовы. Вот. понимаете. Вот такая вот история. В принципе. Так я могу вам... Такой я могу вам дать ответ. нет. Если вы готовы, к примеру, работать, если вы готовы, к примеру, допустим, исследовать себя, если вы готовы взаимодействовать с психологом, вот, по данному направлению, допустим, вот, то я не вижу никаких препятствий для того, чтобы вам помочь. Тогда вы и девушку сможете, с девушкой сможете общаться куда более, скажем так, конструктивно, свободно, адекватно, вот, нежели, чем это происходит у вас сейчас. Вот. И, в общем, в целом, личная жизнь вам, она будет казаться куда проще, чем она кажется сейчас. Потому что сейчас вам кажется вероятно, что все против вас, что это сложно, что отношение это сложно, вот. И я не буду, я не буду с вами, с вами спорить, вот, просто если вы захотите это изменить, если вы захотите это изменить, то вы знаете, что теперь делать и в какую сторону вам двигаться, вот, для того, чтобы все поменять, вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь, буду рад ответить, вот, а девушка вас ни в коем случае не бросит, если у нее есть к вам чувства, вот, ну, конечно, конечно, нужно, чтобы было что-то общее, вот, потому что если общего ничего нет, то отношения выстраивать будет тяжело, вот, это нормально и это вполне естественно, это вполне естественная история, когда людям тяжело, ну, тяжело действительно вот о чем-то говорить, да, друг с другом, если нет общего, если нет общих тем, вот. Другой вопрос, вот, на самом, на самом деле, да, другой вопрос, который можно вам, допустим, ну, задать, да, другой вопрос, который можно вам задать, он, ну, наверное, звучит следующим образом, вопрос, вопрос к вам, звучит следующим образом, если вы чувствуете, что вам может не быть о чем говорить с девушкой, то, может быть, в таком случае стоит подумать о, к примеру, расширении круга своих интересов, то есть, рассмотреть возможность расширения списка, того, что вам нравится, того, что вам, интересует и так далее, вот, это было бы здорово, вот, это было бы здорово, в таком случае, вы, расширив свой круговер интересов, могли бы, действовать, вот, уже более, опять же, свободно, понимаете, вот, не скованно, как это сейчас у вас происходит, вот, но, 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 для этого нужно работать, вот, вот, ну, вам, вам желательно найти, все-таки, что-то, что будет, вот, интересно, интересно, именно, именно вам, вот, и если вы это найдете, то я полагаю, что отношения выстроить вам будет достаточно просто, такие, которые, вас, в принципе, полностью будут нравиться, без страхов, и так далее, вот, но страхи имеют все причины, как бы, в детстве, и, соответственно, с этим уже можно работать, тоже, вот, я желаю вам всего самого доброго, я желаю вам удачи, надеюсь, что ситуация Анатолия, не желаю вам круто, Субтитры создавал DimaTorzok